Уже, наверное, никто не думал, что Геннадий Булкевич вернётся. Самые дешёвые игры, ключи, игровая валюта и другие цифровые товары только на плате. Именно здесь ты найдёшь любой товар по цене ниже, чем у других. Этот магазин я советую лишь только по одному поводу, то что я тут всегда закупаюсь. Если ты тоже хочешь купить выгодно и без рисков, то совет уберите по ссылочке в описании. Ну он, ребята, возвращается. Возвращается, чтобы продолжить проект из дна в элиту. Ну и давайте, ребята, я тут чуть-чуть с вами поговорю. В общем, вы, наверное, догадываетесь, из-за чего не выпускал этот видос. Лишь только по одной причине. То, что я увидел, что мало просмотров. И я чуть-чуть подзабил на этот проект, хотя мне самому он нравится. Но когда ты находишься в поле, где тебе нужно хоть как-то крутиться на ютюбе, ты начинаешь хитрить, выпуская тот проект, который больше заходит. Но, ребята, я обещаю, что этот проект будет выходить чуть чаще, если вы сделаете кое-что для меня. Не будете ставить дизлайки на другие ролики, а просто возьмете, и каждый из вас поделится видосом со своими друзьями. Ведь именно так вы можете ускорить выход этого проекта. А то я заметил тут небольшой флешмоб, все пишут, где из новоэлиту. И типа, что они будут ставить дизлайки на другие проекты. Ну, не надо так, не надо. Пожалуй, уйдем от этого лирического отступления и продолжим восхождение к элите. Сегодня нашим соперником будет Честерфилд. Мы помним Честерфилд в кубке, но я думаю, что Честерфилд в чемпионате совершенно другой. Геннадий Булкевич возвращается, чтобы, ребята, покорять этот чемпионат. Ну что ж, исправляем все проблемы и идем играть. Веласко до сих пор находится в сборной. Да, когда же он вернется. Ну и на его место, наверное, придется ставить... Да, вот здесь, конечно, тяжелая ситуация у нас. Waterfall, пускай выйдет он. Да, сильный дефицит у нас в игроках. Кто-то травмирован, кто-то уезжает играть за сборную. Из-за этого приходится немного выкручиваться. Линкольн, Честерфилд. Мы все помним кубковую игру. Я надеюсь, что все будет в точности так же. Кроун Лейн, легендарный, 5 минут ясно. Вперед к победе. Булкевич готов орать на своих подопечных, чтобы те двигались намного быстрее. Лига 2. Кроун Лейн, Линкольн Сити, Честерфилд. Борьба продолжается за чемпионство. И в случае победы мы, ребята, удержим первую позицию. Плюс еще Колчестер может отстать. Ведь они тоже играют серьезный матч. Мы должны в этом матче побеждать, чтобы укрепить свои позиции. Этот проект будет более в агрессивной манере. Я думаю, каждый из вас понимает, что Булкевич это не добродушный дед, который может там поговорить по душам с игроками. Это человек, который требовательный. Это человек, который орет на них. Человек, который называет их говном. Ой-ой-ой. Нет, говно. Тихо-тихо. Спасибо, Митрюшкин. Опа. И Грин. Тут выход 1-1 может быть. Ну просто. Хирт не дал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это, конечно, очень жестко было сыграно. Хорошо, что красную не дали. И сейчас вот опасный момент. Митрюшкин. Спасибо. Мечал. Сейчас может передача в центр пойти. Блин, я же разгадал. Я же разгадал. Митрюшкин. Ух, нам везет. У Грэди просто мажет. Бост Вейга. Хорошая передача над Свейна. Свейн бьет и 1-0. Но повезло. Повезло, что была свободная позиция. И Свейн тут разобрался. Ну и, ребята, посмотрите на этот момент. Тут, конечно, была просто огромная дырень в обороне Честерфилда. И они вот такой вот мяч пропустили. Хотя доминировали. Признаюсь честно. Они до этого момента доминировали. Подача Кайседа Грину. Передача в центр. Угороди. Мои пенальти. Блин. Я не хотел такого. Я не хотел такого. Да кто хотел, бля? Немного неудачный отбор был. Костичь, но. Блин, ну. Я думал, что он аккуратнее отобирает. Давай. Влево, влево, влево. Я ж нажимал, блин. Вы-то слышали, надеюсь. Ну и, ребят, нам повезло. Просто Деннис промахнулся. Спасибо, Деннис. Да, многие скажут, что они настолько убогие, типа, что пенальти забить не могут. А ты не можешь их разорвать. Ну, ребят. У меня такая же убогая команда, как и у них. Я бы, наверное, дал бы лучше игрока встречи Митрюшкину. Ну, лично, на мой взгляд, он очень неплохо играет. О-о-о-о. Не-не-не-не-не. Ребята. У-о-о. Хорошо, Митрюшкин, кажется, достал, да. Фу, вот это да. Вот это прям капец. Давайте у Уайтхауса выпустим. Ого, вот этот забросик получился. И Грин. Грин. Грин, забивай ей. Забивай жену. Ну, 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 ну. Да, затолкал. Молодец. Девинадцатая минута. Низкие дивизионы, чем хороши, так это вот такими-то моментами. Просто вообще. Смотрите на этот момент. Вы просто взгляните сейчас на этот момент. Просто боролся. Просто боролся до последнего. Вот тут даже уже боролся. Все. Уже в падении пробивал. Четырнадцатый мяч во второй лиге. Отличный результат. Ну, и все, ребята. Матч закончен. И счет на табло 2-0. Ну, и лучшим игроком встречи признан Боствик. Хотя я все-таки отдал бы Лавре Митрюшкину. Очень неплохо играл Митрюшкин. Прям красавец. Ну, и такие вот оценочки на тренировках. Парни слушались Булкевича. И он очень рад этому. Следующий матч у нас будет с Кембридж. Кембридж идет на шестнадцатой строчке. Значит, мы симулируем. Ну, и результаты симуляции вот такие вот. Мы проиграли. Да. Шестнадцатой строчке. Просто ужас. И, ребята, плохая новость. Waterfall получил ушиб копчика. Я просто не представляю, что эти парни делают, блин. Что в итоге травмируются. Суиндон, Таун. Ребята идет на семнадцатой строчке. Ну, и с ними, наверное, я играть тоже не буду. Просто симулируем. Я знаю, что прошлый матч я проиграл. Все дела. Но я думаю, в этот раз они справятся. Давайте посмотрим. Ну, и, ребята, мы сыграли 2-2. Забили Генелли и Цвейн. Нифига себе. 44-летний Галкибер просится в основу. Серьезно. Да он давно уже не в форме. Челт Нэм Таун идет, к слову, на 21 строчке. Тоже симулируем. А вот уже следующий матч мы обязательно сыграем. Ну, и счет, ребята, 0-0. Опять ничья. Да. Команда без меня вообще не играет. Ну, и матч с Кроули. Кроули идет на третьей строчке. В случае победы они обгоняют Лутон. А в случае поражения могут просто слиться. На строчку так. Восьмую даже. Нет, не на восьмую. На строчку, наверное, седьмую. Где-то так. Ну, а мы в случае победы просто удержим первую позицию. Да, я своими симуляциями просто полностью засрал все свои шансы. Извиняюсь за это выражение. Но, ребята, мы по-прежнему лидеры. И это хорошо. Что ж, играем в дождливую погоду. Вперед, Линкольн. Покажи свой класс. Лига 2. Линкольн Сити. Кроули Таун. Парни готовы к этой игре. И я тоже. У Булкевича сегодня огромный-огромный план на команду. Будем пытаться играть комбинациями. Будем пытаться давить. Играть высоким прессингом. Я думаю, что команда соперника может и сломаться. Неожиданно. Подача. И... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опасный момент. Спасибо защитнику. Угу. Они играют в персональную опеку, да? То есть сейчас мы, ребята, должны что-то прикольное придумать такое. И Генелли. Ух ты, вот этот отскок. Нестандартно играем. Пытаемся тут что-то выдумать. Но, ребят, сложно найти вообще моменты даже. Ну-ка. Сюда, туда. И Грин надо освободить пространство. Для его сумасшедшего удара пушечкой. Грин, Генелли. И все. О, Вудьярд и неплохой удар. И... Вот этот удар, да. Было близко. Посмотрите на этот момент. Бьет Вудьярд. И... Подкручивал. А если бы мяч в ворота все-таки полетел? Генелли. Отличная передача на Грина. Грин. Грин. Ну-ка бей. Ой, море. Ладно, выпустим другого игрока вместо Генелли. Пускай. Пускай побегает. И вот он. Вот он момент для нового вышедшего игрока. И... Грин. Грин один совершенно. И еще с ударом Грин. Ну, он опять показывает сейв Морриса. Ну, это просто пушечный выстрел. И какой сейв. Так. Плохой-плохой момент для нас. И... Тихо-тихо-тихо. Нельзя. Нельзя давать. Нельзя давать пройти. Гострик. Молодец. 87-ая минута. Надо Грину давать мяч. Он мастер забивает на последних минутах. Только вот вопрос в том, что хотя бы пройти бы к воротам. Вот там, кстати, Грин открывается. Грин. Момент какой. И 90-ая минута. Я же говорил, что он мастер забивает на последней минуте. Вот так вот. Вот так вот этот парень показывает свой класс. Ну и какая тут передача была. Новый паренек вышел и отдал вот такую передачу. Да. Ну и Грин. Грин, как всегда, в своей манере. Протолкнул и забил. Пятнадцатый мяч в Лиге 2. Ну и все, ребята. Матч закончен. Счет на дабло 1-0. Вырвали на последней минуте победу. И это был суперский матч. И лучшим игроком признан Грин. Ну и, кстати, паренек, который вышел на замену. Напишите его фамилию, пожалуйста, в комментариях. Да, признаюсь честно, я просто не знаю его фамилию. Он тоже получил оценку 8-5. Сыграл даже лучше, чем Геннелли. Да вот так вот и получают ребята шанс. А тому пареньку, кто вышел на замену, всего 20 лет. И у него есть даже таланты. Техничный дриблер. Хороший бьет издали и точные штрафные. Ну и, конечно же, мои игроки не справляются с такими нагрузками, которые дает им Геннадий Булкевич и просто травмируется один за одним. Ну и следующий матч у нас с Эксеттер Сити. Зона четвертьфинал называется. И, к сожалению, посмотрю, кто там еще играет. Но ничего страшного. Будем играть сами. Клуб, в принципе, такой вот серьезный, который может дать бой. И, ребята, будем играть вот этим составом. Ну и, ребята, вперед, вперед. Приступаем к этой встрече. Играем сегодня в кубковом матче. Да, будет тяжело. Но мы должны справиться. Выходим на поле и показываем свою игру. Линкольн Сити и Эксеттер Сити. Оба клуба из Англии тренируют Эксеттер Сити пол Тисдейл. Ну а мы, конечно, приступаем к этой встрече. И вперед. Вперед, Линкольн Сити. Покажи зубы и покажи свои рога. Будем играть агрессивнее. Как настоящие дьявольские черни. Райд. На первых минутах нельзя давать такие моменты. Хорошая передача на Грина. Грин. Ну... Ну тут просто соперник выручает команду. Ё-моё. Так, Грин. Хорошая передача на Геннели. Геннели дальше. И, ребята, отличный момент. Тут Свейн от Свейн. Делает подачу. Его тут один совершенно Грин. И что творит голкипер? Ну добивание Боствика приносит нам первый мяч в этой встрече. Посмотрите на этот момент. Какая хорошая передача от Свейна. И как хорошо пробил Грин. Но тут вратарь сначала затащила. Дальше просто, ребята, случай помог. Ну и расторопность, конечно, Боствика. Хорошая передача на Геннели. Геннели дальше на фланг. Кайседа. Передача в центр. Грин. И отличная передача на Боствика. А это 2-0. Вот это быстрый. Вот это быстрый дубль, конечно. Благодарить тут своих болельщиков. Ну капитанища. Просто капитанища. Экседра Сити. Наверное, такого не ожидал. Посмотрите на этот момент. Тут, конечно, сначала было тяжело. Но какая передача пяткой, по-моему, в исполнении Геннели была? Или Грина? Грина. В исполнении Грина. И какой удар от Боствика? Грин просто великолепно отдал пяткой. А Боствик приложился к мячу как надо. Грин. Хорошая передача на Боствика. Боствик, неужели дальше можно тут что-то придумать? И дальше передача-то какая прошла? Это 3-0? Нет, там офсайд. Ммм, блин. Ну, честно сказать, очень спорно. Очень спорная ситуация. О, и тут, посмотрите, Геннели. Геннели бьет. И вратарь. Очень красиво играем в этом матче. Ну и добивание. И как играет голкипер. Дикий против Фарнольда. И передача в центр. И Митрюшкин, ты где? Фу, молодец, Митрюшкин. О, ну тут разыграно, конечно, суперски. Как, Митрюшкин, ну как? Так, вторая половина очень плохо началась. Блин, а так все хорошо было в первой. Смотрим на этот момент. Но чисто обыгран был Веласко. Ну и Митрюшкин хоть и достал, но... К сожалению, не смог перевести мяч за штрафную. Грину бы тоже отдать хорошую передачу. И тут просто Цвейн, выход 1-1. И проталкивает Цвейн туда, в уголочек. И какой отскок! Это гол. Точнее, наверное, автогол. Ну-ка, смотрим на момент. Ну как там, Цвейн ускорился. И, конечно, жалко тут защитника соперника. Защитник. В итоге срезал свои ворота. Да. Нет, мяч защитный все-таки над Цвейном. Ой, какой момент. И гол. 3-2. И я просто не понимаю, что происходит. Митрюшкин, ты где? Где ты потерялся-то в этом матче? Где твои просто непредзойденные сейвы, все дела? Ну как? Лонг прорывается. Лонг. Лонг сам. Лонг. Передача в центр. Удар Грина. Этот 4-2. Лонг просто сделал все. Ну а Грин, как всегда, великолепно пробил. Лонг тут просто, ребят, сделал какой-то непроизойденный забег. И как между ног пропустил, по-моему, новичок наш. И как Грин забивает прямо в уголочек. Грин не уходит без забитого мяча. Джеймс. Подача такая. Зависушечка и Браун. И как Митрюшкин в этот раз засейвил. Все. Ребят, матч закончен. Счет на табло 4-2. Отличная встреча. И благодарю вас за такую замечательную поддержку. Боствик забил два мяча в этой встрече. Пробив три раза. Наверное, Боствик сегодня лучший игрок матча. Хотя Грин, ребята, играл ничуть не хуже. Но и лучшим игроком встречи признан Грин. Да, все-таки Грин. А не Боствик. В конце серии подведем небольшой итог. Что ж. После 16-го тура мы имеем 36 очков. И просто отрываемся от преследователей. На целых 5 очков. Конечно, отрыв маловат. Но еще дофигища туров. Так что, ребята, можем нарастить. У нас неплохие перспективы в кубке. У нас есть перспективы выйти в Лигу 1. И надеюсь, эти перспективы будут не туманными. Ну и, ребята, давайте заканчивать на этом. Всем спасибо больше за поддержку. Спасибо за лайк. Спасибо за комментарий. И давайте, ребята, вы покажете все-таки, как вам важна эта карьера. Я уже, думаю, показал, потому что я, несмотря на плохие просмотры, на все вот это вот дичь, которую пишут иногда в комментариях, я решил просто выпустить для вас новый видос. Порадовать себя и порадовать вас. Ну, а теперь можете порадовать и меня, если, конечно, хотите. Поделитесь этим видео с друзьями. Мне важны на этом видосе именно просмотры, наверное, даже не лайки. Ну и, ребята, пишите комментарии. Пишите все-таки, кто вам больше понравился из игроков. Я думаю, что это Грин, ну, на мой взгляд. Ну, а ваше мнение оставляйте в комментариях. В общем, ребята, с вами был Мэдрик. Всем спасибо еще раз за поддержку. Всем удачи. И пока-пока-пока. Увидимся в следующих видосах. Всем пока.